Один человек спрашивает меня, батюшка, вот я уже пожилой человек, а только что уверовал, как-то всю жизнь обошелся без религии, без церкви, и что мне делать, не поздно ли это все со мной произошло? Но я скажу так, что не поздно, не поздно, потому что я абсолютно уверен, что не мы решаем, когда нам уверовать, а Господь посещает человека и дает ему эту веру. И без его движения, без его решения, в общем-то, вся наша вера ничего из себя не представляет. Больше того, это даже такое маленькое чудо, что вот так в возрасте раз и пришла вера. Ведь многие к старости получают маразм, безумеют, и у них, в общем-то, уже не до вероисповедания. Хотя я скажу так, что у нас-то на глазах уверовали прямо, можно так сказать, самые неверующие люди, потому что мы-то вот жили в советское время, были атеисты, были общество знаний, которое атеистической работой занималось. И много было всяких собраний, чтобы воспитать этих атеистов. Но когда вдруг открылись церкви, и люди пошли в эти церкви, это же удивительно было слышать. И они удивлялись, как я вот была учительницей. Вот дом здесь проходим. Мы в Пасху ходили, учеников вылавливали, чтобы они на кладбище за яйцами не ходили, и их родители тоже. Ну, то есть, и вдруг они уверовали. Да еще как хорошо уверовали некоторые. Прямо такая у них чистота, наивность веры, и вот такое искреннее раскаяние, что они неправильно жизнь прожили без веры. Сейчас ты, к сожалению, видишь, особенно в интеллигенции, в том числе и в пожилое, как она включила, как говорится, мозги. И вот с таким через губу разговаривает о церкви, о религии, о вере. А то и чей-то мне верить. Поэтому, слава Богу, я искренне рад. Здесь единственное, что хотелось бы предостеречь, это не усложняйте себе вера, исповедание. Вот вера моя легка есть, как Господь сказал, иго, моё легко есть. Это же даже не вера, Он сказал, иго, то есть власть моя над вами легка есть. Поэтому, если вдруг думали, что что-то у вас когда-то не было, а теперь думаете, что надо всё сразу успеть, не надо, не надо всё сразу успеть. Вот, потихоньку входите во все эти, не слушайте тех, кто говорит, что давай быстренько, давай быстренько, всё, значит, ты только что стал верующим, сразу стань аскетом, монахом, исихастом и всяким другим таким этим. Всё должно быть соразмерно, в том числе соразмерно вашему возрасту. И это включает весь состав, как, значит, духовных, каких-то вот религиозных, так и аскетических, можно так сказать, подвигов. Вот, тот же подвиг поста, вот это надо осознать, что вы в возрасте, вам нужно всё внимательно относиться. Если мы с вами вообще посмотрим всю эту историю поста, то мы вспомним, что её создали монахи, которым было по 20-30 лет. А как, вот столетия назад был средний возраст человека, даже в России, 32 года. Поэтому что они могли знать о том, как должны теперь поститься старики, 60-80-летние? Таких там доживали единицы. Вот, поэтому вот просто в радость Господь сказал, радуйте и веселитесь. Вот, я считаю, что когда вера приходит, состояние появляется от этой веры радостное. Вот это надо сохранить. Вот так. Так что, а возраст здесь ни при чём. Господь сказал, что последние придут и получат то же самое, что первые. Помните там притчи о виноградарях? Что одни пришли, первые работали, потом последние пришли и пришли деньги получать, кто за что поработал, а им всем поровну дают. И эти говорят, как, мы целый день работали, а эти всего пару часов в конце дня. А зарплата та же самая. А он говорит, ну ладно, всё, узнаете ещё. Всё, так что я рад за вас, поздравляю вас, что Господь коснулся вас своим перстом и дал вам веру. Надеюсь, радостное. Здоровья всем, радости. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok